Ты, оказывается, занималась регби, правильно? Или американским футболом? Я увидела очень много теплых комментариев, хотя у нас такие бывают очень злые комментаторы. Расскажи, как нос? Вижу, что уже пришел практически в исходную форму. Как все заживает? Регбинный клуб, которым я занималась, назывался «Славянка». Я, конечно, не совсем подхожу под описание. Друзья, и перед началом этого интервью хочется выразить респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Даже сейчас они поддерживают ММА, вестник ММА в частности. Спасибо им огромное. Без них бы нам было очень сложно ездить на турниры. Рядом со мной стоит боец UFC, Лиана Джорджио. Лиана, привет! Привет! Рад тебя видеть. Первое, расскажи, как нос. Вижу, что уже пришел практически в исходную форму. Как все заживает? Ну, в исходную он уже вряд ли вернется, но шрам потихонечку заживает. Рана уже маленькая. Стянулась. Какую-то операцию ты будешь делать по шлифовке шрама, что-нибудь такое? Ну, да, я собираюсь сделать шлифовку шрама, лазером убирают. Ну, пока что не особо беспокоит, пусть до конца заживет. Если уж большой шрам останется, уже уберу. К тренировкам ты вернулась? Нет, я еще не вернулась. 40 дней у меня было отстранение полное от тренировок. И как раз-таки уже это время подходит к концу. Сейчас я вернусь домой и начну уже там тренировки. Мы сегодня с тобой на турнире UFC встретились. Ты кого-то секундируешь, да, я так понимаю? Я пришла поддержать своего товарища по команде, Мехдидокаева. Сегодня он дерется. Главный бой вечера. Главный бой вечера, да, за титул. И вот поскольку я в Москве, как раз-таки в Москве дерется, я пришла поддержать. Вот моя команда тоже тут, мой тренер. Ты в углу не будешь? Просто будешь жить в зрительном зале, да, где-то? Не знаю. Ну, походу в углу буду. Но я, честно говоря, не планировала. Но, может быть, и так совпадет, что я вместе с ними выйду. Что-нибудь понятно по твоей карьере сейчас или пока еще отстранение? Вот только прошло, будут там, ближайшие условно, там, месяцы новости? Ну, то есть, новостей никаких нету. О следующем бое пока что, то есть, тишина. Мне ясно дали понять, что у меня есть время восстановиться, потому что травма была достаточно серьезная. Раз 40 дней даже тренироваться нельзя. Вот. Мне сказали, я могу восстанавливаться, сколько я хочу. Вот. Потом уже начинать готовиться. И, ну, я точно скажу, что не раньше весны, естественно, я не вернусь. Вот. Так что будем ждать. Я думаю, что на этот раз торопиться не буду, потому что сейчас я два боя подряд проводила за короткий промежуток. Поэтому уже, я думаю, я подольше перерыв возьму. Очень много после нашего интервью по скайпу писала в комментариях людей. Очень много разных вещей. Тебя звали замуж, очень многие. Что после интервью случилось в твоем инстаграме, в личке? Честно говоря, вот это интервью, я как поняла, очень многим понравилось. Я увидела очень много теплых комментариев, хотя у нас такие бывают очень злые комментаторы. Вот. Но после этого интервью, как будто все подобрели. Вот. Людям понравилось оно. Я очень сильно рада. Я очень люблю давать именно тебе интервью, потому что вот один из моих любимых, так сказать, ресурсов. Вот. Поэтому интервью я была довольна и реакцией от публики тоже очень довольна. Очень приятно. Ты у нас одна из любимых интервьюерш. У меня тоже один из любимых журналистов. Я очень люблю пообщаться. Переходим обратно к вопросам. Что по поводу твоей тиммейта Дианы Авсараговой? У нее должен был быть бой, по-моему, в Италии еще. Есть какая-то сейчас информация, куда его перенесли, на когда и в какой она сейчас форме вообще? Ну, Диана, можно сказать, она постоянно подходит к пику. Она то со мной готовится, то еще ей назначают бой, то отменяют. И сейчас ей назначали бой, но из-за визы так получилось, что ей 10 декабря не сделали боя. Вот. Мы ждем ближайшего турнира и занимаемся ее визой, вот, чтобы уже... То есть предложения были, несколько раз отменялось все это. И в Италии хотели сделать бой, и вот на этом турнире. Но, к сожалению, вот какие-то проблемы к этому наводят, что бой все никак не состоится. А по поводу формы? В форме она великолепная, я думаю, она покажет себя в самой наилучшей форме. Вот. Просто немного сложно, я думаю, ей морально, в плане того, что постоянно назначается бой. Вот. Мы в фазе подготовки, уже почти готовы. И тут, короче, все как-то обламывается, бой отменяет. Конечно, в этом плане сложно постоянно подходить к пику и отменять бой. А так она в хорошей форме. Еще есть твой инстаграм узнал, что ты, оказывается, занималась регби. Продолжение следует. Это регби, да, это студенческие годы, так говорю, когда-то давно закончила, но на самом деле, ну это буквально где-то года 3-4 назад я занималась регби, меня пригласила студенческая команда, вот, изначально регбиный клуб, которым я занималась, назывался Славянка, я, конечно, не совсем подхожу под описание, вот, потом мы стали Спартаком, вот, я играла в Спартаке, вот, ну так я до сих пор Поддерживаю с девчонками связь, со своим тренером, когда я пришла первый раз на тренировку по регби, мой тренер сказал, ты грузинка, значит, регби, у тебя в крови, ты будешь хорошо играть, и действительно, у меня так неплохо получалось, очень нравится этот вид спорта Прикольно, кстати, а что вообще, я знаю, что в России сейчас в регби много вкладывают деньги, но даже мужских команд не так много, по женскому регби, сколько вообще в России команды? Ну, знаете, команда женская, именно сборная очень сильная, там очень хорошие регбистки играют на самом деле, именно регби-7 в России женский очень хорошо развит, конечно, регби-13-15 не очень хорошо, не так много хороших девочек, но регби-7 действительно очень отличная и сильная команда, которая занимает хорошие места на международных турнирах Почему там ты не продолжила выступать, просто интереснее единоборства? Не, ну, конечно, я люблю ММА, вот, и это, так сказать, мой профиль, где я профессионал своего дела, а регби для меня просто, ну, развлечься, провести время, мне предложили, у меня неплохо вышло Ну, и между соревнованиями я тоже бывало играла, так, чтобы профессионально этим заняться, все-таки мне сложно, потому что женская больше развита регби-7, а регби-7 это очень много бега, а бегать я не очень сильно люблю, вот, но если было бы регби-13-15, конечно, было бы мне интересно Там много борьбы, как раз-таки то, что я люблю, но, к сожалению, регби-13-15 пока еще не очень развито Что ж, Лиана, мы тебя были очень рады видеть Интересно будет посмотреть на тебя в углу, что-то новое А ты кого-нибудь секундировала, кстати? Диану Ну, Диану, да, я бывала, я секундировала, не только ее, там, ребят еще с другого зала, но, как бы, в этом бою тренер главный, вот, наш Мурат Бичуев, вот, и нужно слушаться исключительно него, а я буду только болеть Друзья, подписаны на Инстаграм Лианы Джорджо, он появится внизу экрана, подписаны на нее, интересный очень Инстаграм, подписаны на Инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками Обязательно подписывайтесь на наш Ютуб канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику, а каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео